Всем привет! В этом видео я покажу, как скрыть, отключить диск или том в Windows 11. Разными способами на случай, если какой-то из них не работает в вашей системе. Показываю в Windows 11, но работать это будет и в более старых системах. Это может понадобиться, если вы хотите скрыть зарезервированный системный диск, если он вдруг стал отображаться, чтобы случайно не повредить его. Также бывает полезно скрыть диск с личными данными от посторонних глаз или просто убрать лишние буквы дисков в проводнике, чтобы они не мешали. Иногда скрытие тома помогает решить проблемы с доступом или конфликтами между дисками. В любом случае это делается через управление дисками. Самый простой способ туда попасть – нажать правой кнопкой мышки на кнопке «Пуск». Да-да, не левой, а правой. И выбрать управление дисками из списка. Итак, первый способ – это отключить диск через пункт «Вне сети». Когда вы откроете управление дисками, найдите нужный диск в списке. Важно, именно диск, а не том. Нажмите по нему правой кнопкой мышки и выберите пункт «Вне сети». После этого диск полностью отключится. Он пропадет из проводника и не будет доступен в системе до следующего включения вручную. При этом, если на этом диске несколько томов, то скроются все находящиеся на нем. Вот как у меня перестали быть видны том F и O. Этот способ подходит, если у вас есть, кроме системного, второй жесткий диск или SSD, который нужно временно скрыть. Но осторожно, не отключайте диск, на котором стоит Windows или активные загрузочные разделы. Иначе система может перестать работать нормально. Скорее всего, у вас это не выйдет, но всякое бывает. Чтобы вернуть диск обратно, отключенный через «Вне сети», снова заходим в управление дисками, находим его в списке, он будет отмечен как «Не в сети». Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт «В сети». После этого диск снова появится в проводнике. Все его тома станут видимыми. Если у вас один физический диск или вам нужно скрыть дополнительный том, находящийся на том же физическом диске, что и системный, то его можно скрыть через удаление буквы диска. Находим том, который хотим скрыть, нажимаем правой кнопкой мышки по нему и выбираем «Изменить букву диска или путь к диску». В открывшемся окне нажимаем «Удалить» и соглашаемся с предупреждением. Не переживайте, при этом данные на диске никуда не денутся, просто в проводнике он больше не будет отображаться. Этот способ безопаснее для системных разделов и логических томов. Особенно если это скрытые разделы или разделы восстановления, которые иногда случайно становятся видимыми после обновлений. Чтобы вернуть отображение тома, когда понадобится, тоже заходим в управление дисками, находим нужный том, он будет без буквы. Нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем «Изменить букву диска или путь к диску» и нажимаем «Добавить». В появившемся окне выбираем любую свободную букву и том снова станет доступен. Если у вас в управлении дисков нет нужных пунктов, такое бывает особенно в урезанных или корпоративных версиях Windows, или если интерфейс управления заблокирован политиками, можно сделать то же самое через консоль. Для этого запускаем командную строку от имени администратора, вводим команду «Diskpart» и жмем Enter. Далее выполняем команду «ListDisk», чтобы увидеть список всех дисков. Выбираем нужный диск, для этого пишем «SelectDisk» номер нужного диска и нажимаем Enter. Далее, чтобы его отключить, выполняем команду «OfflineDisk». В результате диск будет переведен в состояние «Вне сети». Чтобы вернуть диск через командную строку обратно, снова открываем командную строку от имени администратора, запускаем «Diskpart», пишем «ListDisk», находим нужный диск, который был отключен. Он будет отмечен как «Offline». Выбираем его командой «SelectDisk» номер диска и выполняем команду «OnlineDisk». После этого диск снова станет доступен в системе. Если же нужно убрать букву тома, в диск парк вводим команду «ListVolume». Это покажет все тома. Находим нужный том по размеру и букве и выбираем его, выполнив команду «SelectVolume» номер тома. В моем случае это 1. Чтобы убрать букву, вводим «RemoveList» равно буква диска. В моем случае это «O». Чтобы вернуть букву через командную строку, открываем командную строку от имени администратора, запускаем «Diskpart», пишем «ListVolume», находим нужный том, который остался без буквы, вводим «SelectVolume» его номер, и затем команду «AssignLetter» равно «Желаемая буква диска». Она должна быть свободной. После этого скрытый том снова появится в проводнике. Вот и все. Мы рассмотрели основные способы скрытия дисков и томов в Windows 11, а также в других версиях системы. Все методы, будь то через управление дисками или через командную строку с помощью «Diskpart», достаточно просты и не требуют особых навыков. Помните, что скрывать диски или тома можно по разным причинам. Для защиты данных, освобождения пространства в проводнике, или решения технических проблем. Главное быть аккуратным при работе с системными разделами и не отключать те диски, которые необходимы для нормальной работы вашей системы. Спасибо за просмотр. Если вы нашли это видео полезным или неинтересным, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. Увидимся в следующем видео. Пока.